Меня зовут Оля Пурахина, я являюсь руководителем общественной организации информационно-правовой центр «Виолекс», находится в Рыбнице, существует организация с 2015 года, то есть в данный момент нам 6 лет. Наверное, я всегда отличалась желанием и готовностью заняться каким-то активизмом. У меня уже был опыт работы в общественной организации. Периодически от каких-то других организаций я ездила на образовательные мероприятия по своей специальности, я психолог. И, наверное, вот эти вот вещи, когда ты смотришь, как люди хотят что-то поменять, как они организовываются, я видела вот эти горящие глаза, я видела это желание что-то сделать в обществе, они в какой-то момент приводят к тому, что ты задумываешься о том, а не создать ли свою организацию. Идея рождалась на стыке желания и имеющихся возможностей. Я узнала, что есть возможность получить поддержку на юридические услуги и поддержку как психолога. Я просто начала смотреть вокруг, кто в моем окружении похож на человека, который готов включиться в такую абсолютнейшую авантюру. И эти оказались люди, которых я давно знаю. Друг друга они понимают, что у них есть какие-то очень важные для команды, чтобы были общие точки соприкосновения. Потому что если люди собираются, скажем так, рандомно, это достаточно сложно. Первый наш проект, он был посвящен помощи неполным семьям. Мы оказывали консультации и психологические, и юридические. И проводили информационные мероприятия, потому что это и сейчас остается, наверное, основной идеей, которую мы поддерживаем, что важно обучить и показать человеку, как он может решить свою проблему. Потом мы создали проект Клуба 19, где были разноплановые мероприятия. Мы хотели создать площадку, которая будет побуждать людей самих улучшать свою жизнь. И в итоге мы получили довольно большое сообщество молодых людей, которые приходили в клуб. Кто-то приходил просто играть в игры, кто-то приходил показывать и смотреть фильмы, либо приходил на какие-то тематические лекции. Мы говорили о каких-то сложных социальных темах, мы говорили о дискриминации, мы говорили о стереотипах, мы говорили о свободе слова. То есть это были очень разноплановые мероприятия, и, по сути, мог их провести любой желающий. Единственное, мы говорили, что это должно быть хотя бы научно и законно. Самое главное – это то, что люди, которые просто приходили к нам, как я уже говорила, посмотреть фильм, потом захотели создать что-то свое. Наверное, точно так же, как когда-то я, глядя на то, что делалось в Тирасполе, думала, ой, как классно, вот было бы здорово, если бы такое было в Рыбнице. Дальше уже, когда нас тоже кто-то увидел, мы участвовали, например, в проекте с ОБСЕ. Это был, наверное, первый такой наш совместный проект. Мы сначала организовывали семинары для специалистов и для широкой общественности по противодействию домашнего насилия, и, в принципе, мы в этом направлении стали очень активно работать. Потом мы уже начали семинары тоже и для адвокатов, и для психологов, и тоже для широкой общественности, то есть для всех желающих. Плюс мы работали и работаем с людьми с ограниченными возможностями. Это тоже очень важное направление нашей деятельности. Ну, вот, наверное, пожалуй, это такие основные направления, которыми мы занимаемся. Очень хотела бы сказать о трудностях, с которыми сталкиваются общественные организации. Я думаю, что эти трудности общие не только для Приднестровья, наверное, не общие для всего постсоветского пространства. Бюрократизм, отсутствие поддержки идеолога со стороны государства и скепсис со стороны общества. Может быть, это кажется, что всего три, но, тем не менее, они очень существенны. Эта ситуация должна развиваться немножко больше и лучше, потому что общественные организации, они помогают государству, они помогают выявить, они помогают найти те слепые зоны, куда обычно... То есть это так во всем мире существует. То есть государство обеспечивает какую-то... Ну, вот в идеальном варианте государство обеспечивает упорядоченную, безопасную, стабильную, сытую жизнь своим гражданам. Естественно, что этот процесс очень большой, и где-то возникают вот такие скрытые проблемные места. И обычно именно общественники, именно активисты, это те люди, которые говорят, «Ребята, вот здесь как бы все классно, а вот здесь у нас есть, например, проблема». Меня очень часто спрашивают о том, почему я этим занимаюсь. Я более чем уверена, что когда-то это был один из самых верных шагов в моей жизни. Могу ли я назвать себя успешной? Потому что вот классный вопрос же заключается в том, что такое успех. Если успех делать то, что ты любишь, то да. Если успех – это делать что-то, что важно для других людей, да. Встречаться с людьми, которых ты любишь, ценишь, уважаешь, то тоже да. То есть в данный момент я в гораздо большей степени определяю свою жизнь. Для меня это очень ценно. И так как я могу это делать, то есть я решаю, что я буду делать следующим шагом, не на 100%, но в очень большой степени, я считаю, что да, это успех.